Башкортостан В Москве дал старт масштабному празднованию столетия республики во всех регионах страны, где проживают выходцы из Башкирии. В фойе Дома музыки гостей вечера встречали участники различных творческих коллективов. Здесь же развернулась фотовыставка «Башкортостан. Жемчужина России». 15 авторов представили свои работы на снимках городские пейзажи, сельские фотозарисовки, лица местных жителей. Все, что может рассказать о регионе с богатой культурой и традициями. «Чтобы лучше друг друга понять, надо не только видеть различия, но и понимать, что общего. Я имею в виду гармония, культура, красота. А я так понимаю, что в этом вместилище, здесь, в столице государства, очень правильно и вовремя подать те особенности и всю красоту и самобытность культуры Башкортостана. Тем более это будут делать все люди, которые рождены, которые несут в себе частичку любви этой земли замечательной». Башкирская земля подарила миру знаменитого артиста-балета Рудольфа Нуриева. В Башкортостане родились и выросли писатель Сергей Аксаков, певцы Юрий Шевчук, Зимфира и Алсу. На юбилейном концерте знаменитое башкирское национальное искусство представил народный артист республики, прославленный кураист-виртуоз Роберт Юлдашев. Основная и традиционная особенность игры на курае – умение играть грудным голосом. Легкий свист прощается только начинающим исполнителям. Профессионалы исполняют мелодию проникновенно, нежно и звучно, пропуская ее через грудь. Это музыка ветра, то есть как бы все естественно, как пить чистую воду. И вибрация этого инструмента очень полезна для человека. Поэтому всем рекомендую слушать курай. 2019 год будет довольно насыщенным для республики. Башкортостан отметит столетие народного поэта Мустая Карима и столетие башкирского драм-театра. В Уфе пройдут летние международные детские игры, продолжится подготовка к всемирной фольклориаде 2020 года. Сегодняшнее мероприятие – это первое в череде цикла мероприятий, которые мы проводим за пределами нашей республики. И я хотел сказать, что эти мероприятия проходят не только в Москве, они проходят в целом по территории всей нашей страны. У нас очень много землячиц, которые расположены в том числе в целом ряде субъектов Российской Федерации. Просто мы часть, мы родом из Башкортостана, но мы часть России и мы сыны России. Поэтому, естественно, в сердце нашей столицы мы должны проводить такие значимые большие мероприятия. Культурные, общественные и спортивные события в честь юбилея республики продлятся до конца года. К вековому юбилею в Башкортостане запланировали масштабное строительство. Будет введено 53 новых социальных объекта – школы, больницы и спортивные комплексы. Александр Кононов, Александр Ермолаев, ТВ Брикс.